Сборная Украины продолжает подготовку к Евро, а мы продолжаем наблюдать за этим процессом. Но прежде чем переходить к разбору матча с грозными киприотами, напоминаем о нашем розыгрыше. Как обычно, мы дарим 100 гривен на счет, карточку, киви или любым другим удобным вам способом. Все, что нужно сделать для этого, это написать в комментарии «хочу 100» и далее свой любой комментарий. Участвуйте, возможно повезет именно вам. Ну а мы начинаем. Сегодня мы сконцентрируемся больше на Украине, ибо честно скажем, это единственная команда, которая сегодня присутствовала на поле. По составу на воротах сегодня у сборной стоял пято. Почему на этот матч не выпустили Трубина, нам не очень понятно. Ну что ж, похоже уважили дедушку. В обороне сыграли Кривцов, Матвиенко, Забарный и Соболь, но у них сегодня особо работы не было. А вот с центра поля вернулся Зинченко, который сегодня выглядел вполне неплохо. В опорке же сыграл Макаренко, которому тоже не то, чтобы было много чего делать. Вообще в центре поля, как обычно, круто двигались Малиновский и Зинченко. Они находили пространство между линиями, обыгрывались с вингерами и нападающими, и время от времени били издалека. Как обычно, весь основной креатив шел именно оттуда, и выглядело это прикольно и интересно. Но все-таки в первом тайме игра сборной вызывала смешанные ощущения. Вроде как было немало интересных моментов и комбинаций. Вингеры очень много забегали и создавали часто опасные моменты, но вот реализация была практически нулевая. Оба гола за первый тайм пришли исключительно с пенальти. В особенности хотелось бы отметить активную гражданскую позицию Ярымчука. Ведь он, видимо, своей игрой решил поддержать бедного Тиму Вернера и присоединился к его безголевому флешмобу. А если серьезно, после нескольких ударов с пары метров, которые он не смог реализовать, на третьем голе, честно говоря, становилось страшно, что он и там с метра в пустые ворота не попадет. Но, слава богу, получилось. Помимо Хейта, конечно, подчеркнем, что парень на самом деле выполняет немалый функционал на поле. Он и пытается отыгрываться, насколько позволяет его техника, но главное его позиционное перемещение на поле. Например, очень показательным был момент Зубковым. В конце второго тайма Вингер получил отличнейший корендор для прохода. И причиной тому стал именно Ярымчук, который увел центрального защитника и сыграл как классическая ложная девятка. Он много прессингует, выполняет приличный объем работы, постоянно старается. Но с такой реализацией, которую мы видели в последних нескольких матчах, серьезно становится страшно. И не очень понятно, оправдано ли его нахождение на поле. Ведь все-таки он нападающий. Во втором тайме игра немного изменилась. Если все-таки в первом тайме основная опасность исходила от быстрых контратак, то во втором тайме мы увидели куда больше интересных комбинаций. Причиной этому стали две замены. Во-первых, на поле вышел Степаненко, который мощно зацементировал опорную зону. Не то, чтобы там до этого сквозило, но теперь сборная могла более надежно чувствовать себя впереди. Но все-таки главной причиной стал выход Марлоса, который создал таки критическую массу креативных футболистов на поле. Он как раз таки поменял быстрого реактивного Зубкова. Тут же пришел третий гол. Просто шикарная комбинация, которую начал Марлос. И на самом деле даже в четвертом голе ситуация была аналогичная. Марлос снова выдавал неплохую передачу, не гениальную, конечно, но все-таки голевую по факту на Ярмоленко. Ну и там уже, конечно, была воля случая с отскоком. Делать какие-то серьезные выводы по этой игре сборной, конечно, сложно. Ведь все-таки противник не тот. Но, тем не менее, заметим, что мы смогли прервать 11-матчевую серию сборной, где они не забивали более одного гола. Также отметим, что в целом понятно, во что пытается играть Шевченко своим стартовым составом. Это быстрый контратакующий футбол без высокого прессинга, где большая ставка идет на фланговых забегающих полузащитников и защитников. Очень здесь важно зацементировать опорную зону. Также в целом понятно, почему он отдает предпочтение Ярымчуку. Хотя не сказать, чтобы у него был большой выбор. Но в то же время сложно сказать, как это будет выглядеть против серьезных команд на чемпионате Европы. Что думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях. А также пишите в комментариях «Хочу 100» и выигрывайте соточку от нас. На этом у нас все. Ставь лайк или дизлайк и до скорого.